Третья игра уже завершилась, четвертого игрового дня, где команда МАТИ продолжает победную серию и выиграла порядка 20 очков, надо будет обозвать разочек еще, у Рослефти. Для многих незакономерный результат, я не знаю, немножко удивлен, с нами Виктор Павленко. Здравствуйте. Дроском надо работать, работать. Надо работать над броском. Работать над броском, да, пока безуспешно, наверное, сколько трешек набил сегодня? Одно. Слушай, что заставляет команду бежать? Вы в этом году выглядите на порядок лучше, чем в прошлом. Роман, во-первых, нам не дал ответа. Не знаю, он собрал нас, как только друзей и хороших игроков, и мы бежим, потому что мы хорошо защищаемся. Самое главное для нас это защита. И если мы успешно защищаемся, мы можем убежать. Контра-атаковать? Да. Слушай, так, следующая игра у вас будет в Ансовске. В Ансовске. Да, что думаешь, какие мысли? Я думаю, мы поборемся. И в прошлом же чемпионате мы чуть не выиграли у них, мы проиграли, вау, где-то порядка трех очков. Но там и бились, и я думаю, если такой состав, и так же настроимся, как на всех настроимся, то выиграем. Понятно. У вас и не было Логинова, да? Трест-перый номер в центре прошлой игре был. Да, он копировал, Леон, Логачев. Логачев, Логачев. И не было Викторов, Логачев. А, кстати, Викторов и не было. А с ним что? Не знаю, я что-нибудь не услышал ответ. Понятно. Слушай, где прошлом сезон проводил? Ну, сезон для молодежки. Динамо распалывается, да? Ну, Динамо распалывается, но там какие-то начинают хорошие новости. Если все будет точно, я вам расскажу. Понятно. Так, а сезон где с кем походить? Ну, вот, если Динамо будет окейся, хорошо, я, наверное, основу с Динамом. Ну, ладно, давай, давайте. Спасибо.